Доброго времени суток, дорогие друзья, читатели и слушатели ресурсов ящика ответов! В настоящее время по всему миру свидетели Иеговы слушают программу регионального конгресса 2023 года с названием «Проявляйте терпение». Во второй части утренней программы «Пятницы» всем нам напомнили библейский эпизод из 1-й книги царств 25-й главы о Давиде, Навале и Авигее. Все свидетели Иеговы очень хорошо и даже наизусть знают этот эпизод. Однако, если случается, что в проповеди или во время изучения Библии с кем-то по этому эпизоду рассуждают думающие собеседники, становится ясно, что эпизод не такой уж и однозначный, а разъяснения общества Сторожевой башни не помогают его понять во всей полноте. Поясним. Все мы, свидетели Иеговы, однозначно научены думать в связи с этим эпизодом о том, что Навал – это бессовестный и неблагодарный тип, а Давид – это благородный воин, хотя и вспыльчивый, что истинно так. Эту же мысль еще раз нам напомнили и на Конгрессе. Однако, в чем именно заключается благородство Давида, и почему он ожидал от Навала благодарности с наградой, мало кто из нас задумывается. Мы сами обнаружили это при обсуждении данного эпизода с думающими собеседниками, когда услышали от них такие вопросы. Например, а с какой стати Навал должен был благодарить Давида? Разве он просил Давида охранять своих овец? Или, может, Давид заключил с ним договор на охрану овец? Нет. Тогда почему Давид ожидал благодарности за то, о чем его не просили? Или, может, Навал должен был благодарить Давида за то, что тот не обижал его пастухов и без спроса не забирал его овец для еды? Но тогда возникает вопрос, а разве не брать чужое и не обижать людей – это не обязанность свидетелей Иеговы, а какой-то особый подвиг, заслуживающий благодарности? Если это так, тогда почему же осуждается рэкет? Ведь рэкетиры тоже ожидают благодарности в виде денежного вознаграждения, только за то, что они не отнимают чужое, имея силу это сделать. Разве Давид ожидал благодарность не за то же самое? Он имел силу обижать пастухов Навала и без спроса забрать его овец, но не делал этого в ожидании благодарности. Разве это похоже на благородство? Все эти вопросы нам задавал человек, с которым мы обсуждали этот эпизод. И, как ни странно, это может показаться кому-то, но все эти вопросы действительно актуальны и затрагивают самую суть эпизода с Навалом, Давидом и Авигеей. И если не получить на них правильные библейские ответы, эти вопросы могут перечеркнуть представление о бессовестности Навала и благородстве Давида. В чем кроется проблема таких суждений? Тогда, во время беседы, мы не были готовы ответить. А объяснить ее при помощи публикации общества мы не смогли, так как не нашли в них ответов на вопрос, в чем же именно заключается благородство Давида и почему он ожидал от Навала благодарности с вознаграждением, если тот не просил Давида охранять своих овец. В итоге мы решили выяснить это при помощи Библии. А пока выясняли, в истории с Давидом, Навалом и Авигеей обнаружили интересную аналогию с историей Иеговы, Иисуса Христа и потомков Адама. На случай, если эти моменты заинтересуют кого-то еще, мы покажем свои исследования в этом Ютубе. Итак, в этом видео мы ищем ответ на вопрос, в чем благородство Давида и почему Давид рассчитывал на благодарность Навала, если Навал не просил его охранять своих овец. А для начала напомним, как брат Дэвид Сплейн из руководящего совета пояснил этот эпизод на Конгрессе в художественном чтении Библии по теме «Давид ждал Иегову». Отметим лишь главные мысли и разделим их на четыре момента, что затем и обсудим по порядку. Смотрите на экран, а я прочту эти главные мысли. У Навала было много овец, и они находились под защитой Давида и его людей. Поэтому вполне можно было ожидать, что Навал из благодарности проявит к ним щедрость, ведь Давид заслуживал награду за оказанную помощь. Но когда люди Давида с уважением попросили у него еды, он не просто отказал им, он стал их оскорблять. Когда Давиду передали слова Навала, Давид пришел в ярость и решил наказать Навала, убив всех мужчин в его доме. Давид был неправ. Хотя Навал был скверным человеком, однако у Давида не было прав ни на имущество Навала, ни на убийство. Мудрость Авегеи помогла Давиду вспомнить, что мстить за себя нельзя, и что Егова сам все исправит, что и произошло вскоре. Бог умертвил Навала, а Авегея стала женой Давида. Напомню, я прочла разъяснение Дэвида Сплейна, брата из руководящего совета, эпизода с историей о Давиде, Навале и Авегее. Как видим, в разъяснении этого происшествия внимание обращено только на одну сторону происходящего. На неблагодарность скверного Навала, на вознаграждение, которого Давид заслуживал за охрану овец Навала, на желание Давида отомстить и на мудрость Авегеи. Однако, как мы показали выше, эта ситуация воспринимается читателями данного эпизода неоднозначно. У нее есть и другая сторона. Попробуем при помощи Библии оценить поступки участников этой истории беспристрастно, то есть без настроя на то, что Навал – это заведомо плохой человек, а Давид – заведомо хороший. Так будет проще понять тех собеседников, кто не видит в этом эпизоде благородства Давида и не считает Навала обязанным благодарить его и вознаграждать. Рассмотрим эту историю в соответствии с нумерацией эпизодов из текста, который вы можете видеть на экране. Смотрим первый момент. Давид со своими воинами, скрываясь от погони царя Саула, набрел на пустыню недалеко от горы Кармил, где пастухи Навала пасли его стада. Согласно первой книге царств, 25 главы 7-8 текста, оказавшись рядом со стадами Навала, Давид не трогал пастухов, не обижал их и не отнимал у них скот Навала. Дэвид Сплейн считает, что поэтому Навал должен был бы щедро отблагодарить Давида, ведь Давид, как считает брат Сплейн, заслуживал награду за оказанную помощь. Что здесь может смутить? Обратим внимание на аргументы просьбы Давида к Навалу из 1 царств, 25 главы 7-8 текста. Будьте, пожалуйста, внимательны, это важно. Смотрите на экран. Мы показали эту просьбу Давида. Цитирую ее из 1 книги царств, 25 главы 7-8 текста. Здесь и далее все тексты приводятся из Синодальной Библии. Итак, цитирую 1 царств, 25 глава 7-8 текст. «Ныне я услышал, что у тебя, имеется в виду Навал, стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало во время их пребывания накормили. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. Итак, да найдут отроки благоволения в глазах твоих, ибо в добрый день мы пришли, имеется в виду в день стрижки овец, когда был праздник. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». Если перевести слова слуг Давида на более простой язык, то их просьба к Навалу по сути звучала примерно так. «Вообще-то, мы легко могли бы и сами отобрать овец у твоих пастухов, чтобы не просить у тебя помощи в подкреплении. Но, как видишь, мы не сделали этого, мы не стали отнимать у тебя силой, грабить тебя и обижать твоих пастухов, а пришли просить у тебя помощи в надежде, что ты сам не дашь нам умереть от голода. Дай нам, пожалуйста, что-нибудь поесть». Напомню, в этом суть просьбы Давида к Навалу, и именно так она открывается читателю Библии при прочтении этого эпизода, если перевести просьбу слуг на простой язык. То есть Давид очень вежливо поставил Навалу в известность, что он должен отблагодарить Давида и вознаградить съестными припасами за то, что Давид, находясь рядом со стадом Навала и имея силу обидеть его пастухов, а также забрать его овец, не делал этого. Повторю еще раз. Согласно просьбе Давида, Навал должен был отблагодарить его за то, что Давид, имея силу обидеть пастухов Навала, а также забрать его овец, не делал этого. К данному эпизоду возникает вопрос, а действительно ли такое поведение Давида является благородным и заслуживает благодарности с вознаграждением? Чтобы проще было это понять, представим ситуацию. Некто Ваня из народа Яговы выгнал на выпас своих гусей, а в камышах в это время прятался беглый человек, тоже из народа Яговы. Вечером Ваня загнал своих гусей обратно, а беглец пришел к нему и говорит. Пока твои гуси паслись, я мог бы спокойно забрать себе парочку и съесть, но радуйся, я не сделал этого, а присматривал за ними. Теперь ты должен оценить мое благородство по достоинству, отблагодарив и наградив едой. Представили эту ситуацию? А теперь вопросы. Должен ли Ваня благодарить беглеца наградой за то, что беглец, имея возможность забрать его гусей, проще говоря, украсть, не стал этого делать? Нетрудно понять, что нет, так как в народе Бога не брать чужое – это не благородство, а норма и обязанность в поведении каждого служителя Яговы. Желать чужое, а тем более брать чужое – это воровство. Это неправильно, что мы знаем из исхода 20, 15, 17. Поэтому беглец не должен ожидать награду от Вани за то, что он не присвоил себе его гусей, не украл, мягко говоря. Если беглец голоден, он может попросить у Вани еду, не считая при этом, что Ваня обязан его накормить. Если Ваня накормит его, он сделает это по милости или хотя бы по закону гостеприимства, а не потому, что обязан вознаградить беглеца за то, что тот не украл у него гусей, имея возможность сделать это. А если человек требует от других благодарность и награду только за то, что, имея возможность отнять у них силой, допустим, кошелек, не делает этого из жалости к ним, это действительно похоже на рэкет. Как мы упоминали выше, имея силу что-то отобрать, рэкетиры не делают это, вымогая взамен благодарность в виде денежного вознаграждения. Дескать, ты нам плати, а мы у тебя не станем отнимать твое имущество и заодно другим отнять у тебя его не дадим. Примерно так выглядит просьба Давида, если оценить ее со стороны, не учитывая некоторые детали. Эту просьбу Давида, напомню, вы можете видеть на экране. Почему поступок Давида неправильно сравнивать с рэкетом и в чем именно благородство Давида, мы откроем чуть позже. А пока что фиксируем то, что лежит на поверхности этого эпизода. Факт, что Давид, скрываясь от Саула, оказался вблизи стад навала и не стал присваивать себе чужих овец, это не подвиг благородства, а норма и обязанность в его поведении как служителя Иеговы. За что же тогда требовать для себя награду? Еду можно было просто попросить, полагаясь на милость Навала или хотя бы на закон гостеприимства в Израиле, а не на обязанность Навала вознаградить за то, что его скот не был отнят и съеден. Теперь переходим ко второму моменту. Смотрите. На экран, на эпизод с цифрой 2. В устах Дэвида Сплейна он звучит так. Когда люди Давида с уважением попросили у Навала еды, он не просто отказал им, он стал их оскорблять. Что интересного можно увидеть здесь. Во-первых, касаемо уважительной просьбы. Если бы Давид просто попросил еду, уповая на доброту Навала или, допустим, на его гостеприимство без упоминания об охране овец, о чем Навал Давида не просил. Просьбу Давида легче было бы считать уважительной. Во-вторых, интересно рассмотреть реакцию Навала. Навал был возмущен такой просьбой и вполне можно понять почему. Во-первых, Навал в силу своего неразумия, соответствующего его имени, мог попросту не считать Давида, за кем гнался Саул, кем-то особенным. Поэтому, слыша о том, что Саул преследует Давида, он вполне мог думать, что много сейчас рабов бегает от своих господ, и я не обязан им помогать, что и показано в 1-й книге царств, 25-й главе, 10-м тексте. Во-вторых, Навал мог рассуждать так. С какой стати я должен благодарить этого беглеца? Я не просил Давида охранять свой скот, да и Давид оказался на моих пастбищах не для охраны моего скота, а случайно, скрываясь от погони. С какой же стати я должен быть благодарен Давиду за то, что мой скот пасется на моих землях, а этот беглец прячется в моих землях? То есть реакция Навала в данной ситуации вполне естественна и понятна читателю. А вот реакция Давида, как помазанника и еговы, оставляет желать лучшего. На ней остановимся по эпизоду 3, где сказано, что Давид после ответа Навала сильно разгневался. Напомним его слова из 1-й книги царств, 25-й главы, 21-го и 22-го текстов. Смотрите на экран. И сказал Давид, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека и ничего не пропало из принадлежащего ему, а он платит мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида и еще больше сделает, если я до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю в живых хотя бы одного мужчину. Почему Давид разъярился на отказ Навала, если Навал не просил Давида охранять его овец и не нуждался в охране, а Давид делал это добровольно, исключительно по своему личному выбору? То есть сами по себе аргументы, которыми Давид оправдывал свое возмущение, как минимум, с точки зрения христианства, были несправедливы по той простой причине, что Навал действительно Давида ни о чем не просил и никакого договора на охрану овец с ним не заключал. А если кто-то по доброй воле сам для себя решил оказать кому-то помощь, тот не должен предъявлять претензий в случае, если на его помощь откликнулись неблагодарностью. О том, что добрые дела должны совершаться бескорыстно, без ожидания добра в ответ, Иисус показал в Матфея 6 главе 3 тексте и в Луки 6 главе с 32 по 34 тексты. Почему, оказывая помощь кому-то, не следует сердиться в случае, если на помощь не откликаются? И почему не следует называть того, кто не оценил нашу помощь, неблагодарным? Потому что наш собственный добровольный выбор помочь кому-то не обязывает тех, кому мы помогаем, проявлять благодарность в ответ. Иегова знает, что многие люди неблагодарны по своей сути, но, тем не менее, он продолжает оставаться добрым ко всем, даже к неблагодарным и злым, не требуя от них за это благодарности. Что мы знаем из Луки 6, 35? Служители Бога, подражающие Иегове, тоже должны делать добро всем не для того, чтобы извлекать из этого какую-то корысть для себя лично, а потому, что делать добро всем – это правильно и угодно Богу, что известно из Галатом 6, 10. Итак, с точки зрения христианства, даже если Давид искренне бы охранял овец Навала, а неволею случаю оказался охраной для них из-за того, что прятался во владениях Навала, он не должен был бы ожидать за это награду, и тем более не должен был бы сердиться, не дождавшись ее. Что же касается Навала, то, поскольку он был глупым человеком, то же дать от него какого-то особого благородства души было бы неразумно, что и подметила Авигея в Первом царстве 25, 25. Единственное, что извиняет Давида, это то, что он не знал о глупости Навала. Так выходит, если оценивать слова сожаления Давида об охране имущества Навала в свете Писания, а точнее в свете христианства. Теперь переходим к эпизоду 4. Смотрите на экран. Как сообщил Дэвид Сплейн, у Давида не было прав ни на имущество Навала, ни на убийство. В том, что у Давида не было никаких прав на убийство мужчин дома Навала, в том сомнений нет. Нет, это истинно так. А вот в отношении прав на имущество Навала следует серьезно задуматься и уточнить. Именно это уточнение мы собирались назвать ранее в связи с тем, что поступок Давида напоминает вымогательство награды за то, о чем Навал его не просил. И именно это уточнение может дать ответ на вопрос читателей по поводу того, в чем же заключается истинное благородство Давида в эпизоде с Навалом и почему его действия неправильно сравнивать с действиями ракетиров. Итак, вопрос. Имел ли Давид право распоряжаться имуществом Навала по своему усмотрению? Дэвид Сплейн, член руководящего совета, считает, что у Давида не было прав на имущество Навала. А что по этому поводу говорит Библия? Как помним, Давид был не просто всего лишь одним из помазанников Иеговы, призванных, например, пророки. Давид был помазанным царем Израиля. А по закону Иеговы царь Израиля имел право на десятую часть всего, чем обладали его подданные. То есть на десятую часть людей, полей, скота и так далее всего движимого и недвижимого имущества своих подданных, что известно из 1 царства 8 главы с 10 по 17 текст, 16 главы, 12, 13. То есть на правах царя, чьи обстоятельства были к тому же сильно усложнены, Давид мог бы просто забрать несколько овец от стада Навала, чтобы прокормить своих воинов и при этом даже не затруднять себя объяснениями с Навалом. Поступив так, он поступил бы законно, как царь Израиля, помазанный Иеговой. Однако, обладая правом царя на десятую часть имущества Навала, Давид, тем не менее, пришел просить еду. Именно в этом его благородство. Фиксируем. Благородство Давида не в том, что он не обижал пастухов и не отнимал овец Навала, имея силу и возможность это сделать, ведь поступать так обязан любой служитель Иеговы. А в том благородство Давида, что, будучи царем, Давид просит еду своего подданного, имея право ее потребовать или забрать без спросу. Сравните принцип из Луки 17, 17 главы 7 по 9 текст, где Иисус показал естество такого поведения царя на примере превосходства господина над своим рабом. Но это лишь одна из граней внутреннего благородства Давида. Просмотрим и вторую грань. Давид вполне мог бы сформулировать свою просьбу к Навалу как царь. «Дескать, так как и Иегова помазал меня в царя над Израилем, я легко могу отобрать у тебя овец от стада для своих нужд, силой своих слуг. Однако я считаю нужным попросить тебя об этом, чтобы дать тебе возможность оказать царю гостеприимство». Эти слова были бы вполне уместны для такого случая, ведь из слов Авегеи, сказанных в 1 царств 25-30, ясно, что Навал не мог не знать о том, что Иегова избрал Давида вождем Израиля вместо Саула, так как об этом знали все домочадцы Навала. Но скромность Давида, еще один признак внутреннего благородства, не позволила ему выпячивать себя, как царя. Он предпочел представиться всего лишь в качестве воина, отряд которого отпугивал разбойников от стад Навала. Ведь любой другой хозяин легко оценил бы выгоду от присутствия войска Давида возле своих стад и пожелал бы закрепить пользу этой охраны от разбойников каким-то вознаграждением. Или на худой конец любой другой хозяин не отказал бы в хлебе и угощение тех, кто просит еду. В Израиле, особенно в праздник, было принято угощать пришельцев, зашедших к ним. А кто сжимал руку перед нуждающимся и ожесточал свое сердце, к тем Бог не благоволил. Эту истину вы можете узнать, прочитав Второзаконие 10 главу 17 по 19 текст и 15 главу 7-8 текст. Итак, Давид предстал пред Навалом не как царь, хотя он мог бы предстать и как царь, а как воин, готовый охранять его стада всего лишь за скромную еду. Но, увы, хотя Навал в определенных обстоятельствах мог включать разум и сделать правильные выводы, как, помним, он оцепенел от ужаса, когда Авигея показала ему реалии глупости его отказа царю Израиля. Однако Навал был слишком самовлюблен, неблагодарен, жесток и жаден во внутренней своей сущности. Поэтому он не смог увидеть пользу для своих стад и не захотел снизойти к прошению проголодавшихся юношей, несмотря на заповеди Еговы об оказании гостеприимства во всех, кто голоден. Прочтите 1 царств 25-37 и узнаете, что Навал понял, какую глупость он совершил. Слуги Навала оказались более проницательными. Они смогли понять, какую опасность грубым поведением навлек на свой дом Навал. В итоге для дома Навала все закончилось благополучно. Ходатайство Авигеи, поспешивших Давиду с дарами, спасло от гибели всех мужчин дома Навала. А самого Навала Иегова вскоре сам наказал смертью за жестокосердие и за то, что он обошелся грубо с его помазником. Сравните 1 царств 25 главу 14 по 32 эпизод Давида с Навалом с эпизодом наказания детей за то, что они насмехались над Елисеем из 4 книги царств 2 главы 23-24 текста. А также прочтите Матфея 12-31 и станет понятно, почему все хулители божьих помазанников наказаны, потому что Бог не прощает хулу на его святыне. Итак, мы выяснили, как помочь думающим собеседникам понять, в чем именно состояло благородство Давида в эпизоде с Навалом и почему Давид не похож на ракетира. То есть, почему Давид имел право ожидать благодарность и вознаграждение. Напомним. Благородство Давида не в том, что он, имея возможность и силу обижать пастухов и отнимать у них скот Навала, этого не делал, а совсем другом. Хотя Давид это несовершенный потомок Адама, кто, как и все, иногда допускал ошибки из-за эмоций или по незнанию чего-то. Однако, в эпизоде с Навалом Давид проявил две грани внутреннего благородства. Первая его грань в том, что Давид, будучи царем, просил еду у своего подданного, хотя он имел полное право потребовать или даже забрать без спросу десятую часть всего имения Навала, не только овец. Вторая грань благородства Давида в том, что в своей просьбе к Навалу Давид не стал выпячивать себя как царь Израиля, помазанный Иеговой, но скромно предложил Навалу знакомство с собой как с обычным воином, который готов охранять его стада от разбойников всего лишь за еду. А от ракетиров Давид отличается тем, что ракетиры не имеют прав на имущество, которое они хотят отнять у хозяев и что могут легко сделать при помощи силы. Поэтому их требования о вознаграждении за то, что они не отнимают имущество людей, являются незаконными, бандитскими. А Давид, как царь, имел право забрать силой у Навала десятую часть его имения. Но он не стал этого делать, а умалился до статуса всего лишь воина в надежде на то, что может Навал сам сможет оценить пользу от него хотя бы в качестве охранника овец. Это благородство достойно вознаграждения. Просто такие, как Навал, не могут его заметить и поэтому не способны его оценить. Ну а теперь, когда мы выяснили, кто есть кто в этом эпизоде, самое время узнать, что же общего в истории с Давидом Навалом и Авигеей и в истории с Иеговой Иисусом Христом и потомками Адама. Впрочем, вы, наверное, уже догадались. Иегова в этой аналогии отражен образом Давида. Навал похож на всех неблагодарных и неразумных потомков Адама, а Авигея напоминает ходатая Иисуса Христа. Будучи царем мироздания, имея право и возможность отобрать у всех грешных потомков Адама все, чем они пользуются на земле, Иегова, тем не менее, этого не делает. Напротив, питает и греет всех нас, оставив всем нам солнце, дожди, землю и времена плодоносные, что мы знаем из Деяний 14, 16, 17 тексты. Потомки Адама, имея возможность включить разум и оценить пользу для них от всех деяний Иеговы и его замыслов, не делают этого, ожесточая свои сердца и пренебрегая Иеговой. Поэтому они также неблагодарны и злы, как и Навал. И знаем мы это из Римлянам 1, 19, 20, 2 Фессалоникийцин, 1 глава, с 5 по 10 тексты. А Иисус Христос в этой истории отдал в дар Иегове свою жизнь, чтобы иметь возможность ходатайствовать за неблагодарных потомков Адама пред Богом, для того, чтобы он не уничтожил их, а предоставил им возможность учиться быть благодарными. Об этих мыслях нам напоминают тексты из 1 Иоанна, 2 главы, 1-й, 2 текст и 1 Фессалоникийцин, 5, 18. Такая вот аналогия открылась нам при изучении смысла библейского эпизода о Давиде, Навале и Олигее. Будем рады, если и вам эти исследования пригодятся. Материал данного видео подготовлен свидетелями Иеговы ящика ответов с огромной любовью ко всем, кто ищет истину в Библии. Для тех, кому сложно воспринимать материал на слух или кто желает вдумчиво поразмышлять над текстами Писания, упомянутыми здесь, в описании к этому видео есть ссылка на текстовый вариант данной информации. А для новичков в описании к видео есть ссылка на базовую программу для углубленного изучения Библии. С ее помощью вы научитесь усваивать материалы сайта ящика ответов любой сложности. Спасибо, дорогие, за внимание!